Музыка Ни одна замороженная ягода не сравнится с ароматной и сладкой клубникой. Уверены многие дачники согласятся, что это самая вкусная и красивая ягода на приусадебном участке. Но мало ее иметь у себя на даче. Хочется получить большой урожай. Как этого добиться, мы решили узнать в питомнике сады Зауралья. Там сконцентрированы лучшие достижения нашего региона. В чем заключаются основные правила выращивания клубники? Как правило, все саженцы любят рыхлые черноземные почвы, точно так же и земляника. Стараться брать молодые усы, чтобы было два листочка и серединка, и белый хороший корешочек. Вот и все любят рыхление. Нужно ли ее подкармливать в течение сезона? Если да, то чем? Да, подкармливать, конечно, безусловно, надо, потому что сейчас все равно уже земли у нас не такие плодородные. Весна – это идут фосфорные удобрения, допустим, осень – это калийные удобрения. Чем клубника отличается от Виктории? Как таковой клубники такого сорта нет. Ну, может быть, кто-то уже и вывел этот сорт. А вообще все эти культуры называются земляника садовая. Еще Петр Первый завез первую землянику к нам сюда, в Россию, и называлась она сорт Виктория. Вот, видимо, с тех времен мы так и привыкли называть Виктория и все. А вообще эта культура вся земляника садовая. Чем обычные сорта отличаются от ремонтантных? Главное отличие – ремонтантная земляника плодоносит два раза за сезон. Есть сорта, которые три раза за сезон плодоносят, которые можно выращивать тепличным образом. Я считаю, что простой сорт земляники крупноплодный. У нее вкусовые качества намного лучше и урожая она дает больше. Единственное, что, конечно, у ремонтантной земляники продолжительность потребления свежей ягоды достаточно дольше, чем простая земляника. Очень много зауральцев мечтает приобрести землянику сорта «Максим» или «Гигантеллу». Стали бы вы ее советовать? Сейчас очень много сортов, которые, мы будем говорить, наверное, намного лучше, чем «Максим» и «Гигантелла». У нас сейчас представлено 8 районированных перспективных сортов. Это элитная земляника. Дукат, сара, зефир. Вот эти сорта из поздних – полька. То есть я вот рекомендую приобрести эти сорта, и будете всегда с ягодами. Это уже наиболее новая земляника, которая более устойчива уже к разным заболеваниям. Почему ягоды земляники могут быть не сладкие? Это зависит от многого. Первое, значит, нужно подбирать сорт. Есть ягоды кисло-сладкие, есть сладкие. То есть смотрите наличие, допустим, сахаров в этой землянике. Ну и почва. Погода тоже говорит сама за себя. Если лето более жаркое, значит, ягода наливается и будет более сладкая. Ну, если, конечно, дождливая и холодная, то, само собой, ягода будет более кислая. Заливать землянику ни в коем случае не надо. То есть поливаете землянику два раза в неделю. Это если очень жаркая погода, но хорошо обильно. Если, конечно, дождливая, там уже смотрите по увлажнению почвы. Почему сортовая земляника со временем стала мельчать? То есть если ремонтантная земляника, ее желательно через три года пересаживать, постоянно обновлять. Если это простая крупноплодная сорта земляники, через пять лет нужно все равно ее обновлять, обрезать. То есть садить молодые кусты. Поэтому могут ягоды мельчать, допустим, загущенность получается сильно. То есть за этим за всем надо следить и постоянно рыхлить почву. Как добиться стабильного, обильного урожая? Во-первых, ну это удобрение в первую очередь, значит, чтобы земля была рыхлая. Когда ягода зацветает и дает первые ягоды урожай, обязательно убирать все усы, чтобы куст не тратил свои силы на ус и чтобы отдавал всю силу ягоде. Какие вредители любят землянику? Как с ними справиться и когда нужно проводить обработку? Основные заболевания клубники – это белая пятнистость. Это, значит, бывает фитофороз, это вот такое заболевание. Долгоносик очень поражает землянику, поэтому обязательно нужно обрабатывать. Значит, есть такое средство, фитоспорин называется. И можно обрабатывать почву, обязательно нужно. И также само растение. То есть разводится, на упаковке написано, как разводить, как чего. Если появилась белая пятнистость, а значит здесь бордовская смесь, тоже обрабатывается три раза через 10 дней. Обязательно после плодоношения ягоды обрезается полностью весь листовой аппарат, оставляется только серединки. И к сентябрю месяцу она одевается в чистый, здоровый листовой аппарат и уже будет готова к зиме. Вторая половина июля, начало августа – самое прекрасное время для посадки клубники. Помните эти простые рекомендации специалиста и приобретайте только проверенный посадочный материал. А хотите лакомиться сладкой ягодой до самых заморозков, сажайте на участки разные сорта ремонтантной клубники. Поверьте, вы об этом не пожалеете.